Хотели как лучше, получилось как всегда. В Чопе, Закарпатской области, так отремонтировали единственный в городе детский сад, что теперь он может просто закрыться. Второй этаж учреждения полностью затопило. На первом дети еще ютятся, а родители с ужасом ждут зимы. В ситуации разбирались мои коллеги. Мокрые стены – это результат ремонта крыши. Еще летом строители начали работу и не завершили их. В итоге весь второй этаж детсада затопило. Все детей перевели на первый этаж. Укомплектовали группы. Из 300 детей, а именно на такое количество рассчитан детсад, в сентябре смогли принять только 170. Две группы назад, вместе на купу. Тяжко. Дети привыкают. Теперь не спать, не можно лишить, потому что в месте нет, чтобы осталось спать. До часа, до півпершого, и нужно забрать детей. Как повлиять на строителей, в мэрии не знают. Реконструкцию здания начали еще в 2014 году. Тендер выиграла львовская строительная фирма. Деньги из бюджета выделяют исправно. Уже перечислили более 5 миллионов гривен. Не очень известный забудовник, выполняющий договор. Поэтому мне сложно сказать, что ему недостаточно, но работу он выполняет очень недостаточно. Отдуматься от забудовника мы не имеем права до конца этого года. У него в договоре все вказано. Местном управлении образования говорят, ход работ контролируют специалисты из обл. администрации. У них претензий к строителям нет. Мы замовники, мы оплачиваем ту работу, которую нам показали, подписали все службы. Представители строительной фирмы все обвинения отвергают. Говорят, избежать протекания крыши в процессе ремонта было невозможно. Мы не могли, чтобы оно не затопило, тоже нереально было. Сами покривли уже от старости. Ближних 10 років никто там не проводил поточного ремонта. Строители обещают до конца года отремонтировать крышу и даже затопленные помещения. В мэрии предупредили, если обманут, обратятся к правоохранителям. Анастасия Старовойт, Марина Коваль, Юрий Ковалев. Подробности телеканал Интер. Закарпатская область.